Штаб по комплексному развитию Ульяновской области, губернатор Сергей Морозов, начал с вопросов пуска отопления. Глава региона отметил, что многие родители жалуются на холл в детских садах. К 25 сентября должны быть готовы все отопительные системы, а в ряд зданий уже пришло тепло. Запущены 10 котельных по муниципальным образованиям, подключено к этим источникам 20 школ, 14 детских садов и в целом 34 объекта социальной сферы у нас находятся под отоплением, правильно сказать так, подтапливаются для обеспечения температурного режима. С 28 сентября должен начаться пуск отопления во всех социальных объектах. Губернатор поручил ежедневно докладывать ему о соблюдении температурного режима во всех муниципальных образованиях. Там, где сегодня меньше 18 градусов, тепло должно быть дано. Запомните это. Должно быть дано. Социальные учреждения ждут не только тепла, но и ремонта. На реконструкцию областной детской библиотеки имени Аксакова будет выделено 440 миллионов рублей. Еще полмиллиарда рублей пойдет на небольшой театр. Значительные средства будут выделены на реабилитацию многострадального пруда «Красотка» в Муловке. Первые 5 миллионов рублей планируется выделить уже в этом году. Мы запросили финансовые средства из федерального бюджета не менее чем на 239 миллионов рублей по реабилитации пруда «Красотка». Перед федеральным центром ставится также вопрос о берегу крепления Волги. Ежегодно река съедает по 6-7 метров берега. Уже разработан проект сметной документации по улице Советской в Старой Мане, Японской Слободе в Новоульяновске. От экологических вопросов перешли кадровые политики. В регионе уделяется значительное внимание повышению цифровой грамотности. Заместители по цифровой трансформации появятся в скором времени у каждого министра, главы муниципалитета и руководителя бюджетного учреждения. Начнутся образования, соцзащиты, здравоохранения. Эти медицинские вопросы продолжают оставаться на первом месте у ульяновцев. Сейчас граждан очень волнует наличие очередей. В ряде поликлиник, к сожалению, потоки не разведены. То есть люди с температурой находятся вместе с людьми без, со здоровыми. Вот это волнует граждан. Волнует граждан безопасность при проведении вакцинации. То есть есть жалобы на то, что не всегда соблюдаются правила, собственно, тем медперсоналам, которые проводят прививки. Одновременно с повышением цифровизации занимаются вопросами финансовой грамотности. На заседание было подписано соответствующее соглашение с представительством Центробанка. Его действие рассчитано до 2023 года. Уровень финансовой грамотности в регионе выше среднего по стране. А в Приворском федеральном округе область закрепилась на шестом из 14 мест. Сегодня было подписано это соглашение. Свидетельствует о том, что у нас происходит новый уровень развития в области финансового просвещения. Мы выходим на совершенно новый формат работы, вовлекаем максимальное количество участников. Губернатор отметил, что в мире начался рост заболеваемости коронавирусом. Не оставляют и сезонные заболевания. Так, в регионе две школы полностью закрыты на карантин. Всего на дистанционное образование переведены 244 класса в 12 муниципалитетах. Если во многих помещениях температура не самая комфортная, то для завершения уборочной кампании она подходит в самый раз. Зерновые почти убраны. Общий валовый сбор зерновых и зернобобовых на сегодняшний день составляет 2 миллиона 130 тысяч тонн при средней урожайности 33,9 центнера с гектара. Напомню, что это наивысший урожай у нас за всю современную историю Урьянской области, а урожайность является историческим рекордом за весь период времени. Кроме того, аграрии приступили к уборке овощей и картофеля. Подсолнечный кубран уже с 9200 гектаров. В заключении заседания губернатор поручил проработать вопрос с сельскохозяйственными ярмарками. Егор Титов, Даниил Сурков, Новости Улправду ТВ.